МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К важным гостям готовятся заранее. В Бишкеке на улицах появились баннеры с Ангелой Меркель. Сельское хозяйство Германии пострадает от соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и США. К такому выводу пришли эксперты организации БУНТ, ассоциации по охране природы и окружающей среды Германии. По мнению экологов, если Евросоюз подпишет соглашение, доля сельского хозяйства в экономике ЕС уменьшится, а в экономике США возрастет. Соглашение несет опасность прежде всего для европейских фермеров. Они будут вытеснены с рынка. Им на смену придут крупные производители, а фермеры разорятся. Тут сложно увидеть какие-то плюсы, только опасности и риски. Накануне стартовал очередной, уже 14-й, раунд переговора о соглашении. Стороны никак не могут прийти к общему знаменателю в вопросах контроля качества продуктов. Федеральное правительство должно, наконец, сказать, или все будет на наших условиях, или спасибо, но мы в этом не участвуем. Оно не должно поддаваться давлению международных корпораций по обе стороны Атлантики, а наоборот, обязано встать на защиту европейской сельскохозяйственной модели. Одним из главных сторонников заключения соглашения о свободной торговле ЕС и Соединенных Штатов является Ангела Меркель. Из-за этого федеральный канцлер не раз становилась объектом резкой критики противников подписания документа. Именно ее образ фермеры и экозащитники чаще всего используют во время протестов. Новые подробности в затянувшемся расследовании об исчезновении Пегги Кноблах, останки, которые недавно нашел в лесу Грибник, могут принадлежать пропавшей девочке. Пока все ожидают результата экспертизы, которые должны подтвердить или опровергнуть эти предположения. Полицейские и исследователи считают, что вероятность того, что это Пегги, достаточно велика. Ведь место, где обнаружили останки, расположено недалеко от места проживания девочки. Следствие сейчас ожидает подтверждение того, что останки действительно принадлежат пропавшей без вести девочке. Мы надеемся, что в ближайшее время следствие подойдет к финалу и дело, наконец, отправится в суд. Пегги Кноблах пропала без вести 7 мая 2001 года по дороге в школу. После долгих поисков 6 сентября 2001 года был арестован психически нездоровый человек по имени Ульви. После многочисленных допросов без присутствия адвоката он сознался, что убил Пегги. Немногим позже он отказался от своих показаний. Тем не менее, в 2004 году Ульви был обвинен в убийстве девочки и осужден. У правосудия не возникло тогда никаких сомнений в его вине. Позже, в апреле 2013 года адвокат осужденного подал на пересмотр дело. Прокуратура снова начала расследовать пропажу Пегги. В Лихтенберге перерыли весь двор для того, чтобы обнаружить труп. И снова поиски не дали никакого результата. В 2015 году Ульви, которого долгое время считали убийцей, отпустили из районной больницы, где он находился на принудительном лечении. Большинство немцев боятся беженцев-мусульман, потому что связывают их с террористами. Об этом свидетельствует исследование американской некоммерческой организации Pure Research Center. Ее сотрудники опросили граждан 10 крупнейших стран ЕС об их отношении к недавно прибывшим сирийцам и афганцам. 8 из 10 опрошенных сказали, что с начала миграционного кризиса, когда в ЕС за год прибыло 2 миллиона беженцев, угроза терроровых странах очень возросла. В Германии, которая приняла половину всех европейских беженцев, такие настроения разделяют 61% граждан. В Италии таких 60, а в Великобритании 52%. Парадоксально отмечают исследователи, французы, которые пережили серию терактов в прошлом году, воспринимают мусульман как угрозу в меньшей мере. Там в негативном отношении к беженцам признались 46% опрошенных. А вот в странах, которые приняли непропорционально мало бегущих от войны, к мусульманам относятся с еще большей осторожностью. Людей, исповедующих ислам, угрозой считают 76% венгров и 71% поляков. Спросили социологи о том, считают ли европейцы беженцев бременем для своей страны. С таким утверждением согласились большинство венгров, поляков, греков, итальянцев и французов. Которые приняли наибольшее число мигрантов, в большинстве беженцев бременем не считают. Германии следует немедленно отозвать военных Бундесфера с турецкой авиабазой Инджерлик. Такое предложение на обсуждение Бундестага внесли депутаты от фракции левых. Представитель фракции Андрей Хунко подчеркнул, что немецких военных следует отозвать с Инджерлика не только из-за последних событий, а еще и потому, что им там вообще не место. Депутат напомнил, что в Германии решение о размещении военных в других странах принимает Бундестаг. Обязательные условия при этом — возможность для депутатов посещать солдат на протяжении всего периода их пребывания за границей. Председатель немецкого парламента Норберт Ламерт также заявил, что если Турция не разрешит немецким депутатам посещать военнослужащих Бундесфера на авиабазе Инджерлик, то Германия может отозвать свои вооруженные силы из страны. На заявление парламентариев уже ответила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Она подтвердила, что члены Бундестага должны иметь возможность посещать немецких военнослужащих за пределами ФРГ и что сейчас идут переговоры с Турцией на эту тему. Напомним, ранее Минобороны ФРГ подтвердила, что Турция отказалась согласовать визит на авиабазу делегации во главе с парламентским статс-секретарем Минобороны Ральфом Браускипе. Она хотела побывать в Инджерлике в начале июля. Сейчас в Турции находятся около 200 немецких солдат. Запрет турок на посещение военных ФРГ называют ответной меры турецкого правительства на принятую Бундестагом резолюцию о геноциде армян. Продолжение следует... Литва столкнулась с резким сокращением численности населения. Об этом свидетельствуют новые демографические данные Литовского департамента статистики. Там зафиксировали самый высокий в Европе отрицательный показатель изменения численности населения. В настоящее время в стране проживает 2 миллиона 900 тысяч жителей. Это на 1% меньше, чем в прошлом году. За первые же 6 месяцев этого года численность населения Литвы сократилась еще почти на 20 тысяч человек. Социологи поясняют, что большая часть жителей республики уезжает в другие страны Европы на заработки, а оставшиеся в Литве люди не хотят создавать большие семьи. При этом эксперты отмечают, что в Литве продолжительность здоровой жизни составляет 66 лет. Это самый низкий показатель в Европе. Литовские чиновники признают, что критическая демографическая ситуация создает серьезные риски для экономики. Ведь сокращение числа работоспособных людей будет искусственно повышать зарплаты, отпугнет зарубежных инвесторов и снизит продуктивность труда. Литовские депутаты против Белорусской атомной станции. Парламентарии собрали подписи для внесения законопроекта против строящейся в 50 километрах от Вильнюса белорусской АЭС. Напомним, в начале мая появилась информация о якобы произошедшем обрушении строительных конструкций на строящейся БелАЭС. После этого белорусскому послу в Литве вручили ноту протеста, и МИД Литвы потребовал предоставить подробную информацию об инциденте. МИД Белоруссии, в свою очередь, заявил, что литовской стороне была передана официальная информация об отсутствии каких-либо инцидентов за все время ведения работ на объекте. Однако в Литве утверждают, что белорусская сторона, происходящая на станции инциденты, замалчивает. Белорусскую атомную электростанцию строят рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Участие в строительстве также принимает Россия. Станция должна состоять из двух энергоблоков. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2018 год, второго — на 2020. Добро пожаловать в Бишкек! Баннеры с изображением канцлера ФРГ Ангела Меркель появились на центральных улицах Бишкека. Так, муниципалитет столицы Киргизии подготовился к визиту Ангелы Меркель. Баннеры на центральных улицах Бишкека вывешены совместно со службой протокола Министерства иностранных дел Киргизии, сообщили в мэрии. Официальный визит Меркель в Бишкек запланирован на 13 и 14 июля. Она прибывает в страну по приглашению президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В рамках визита Меркель и Атамбаев обсудят вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Германией, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Также Меркель встретится с депутатами Кыргызского парламента, представителями неправительственных организаций и общественностью.